Жители военного городка рядом с поселком Багандинским жалуются на состояние домов. Семь многоквартирников официально состоят на балансе Министерства обороны. В нескольких из них еще в прошлом году начался ремонт, но он обернулся для жильцов новыми коммунальными проблемами. Сюжет Николая Смирнова. Там вся мебель, весь пол уже сдыбился. Вообще невозможно. С дождем, но зато без ветра. Без ветра. Горькие шутки. Это все, что остается жителям 10-го военного городка, что в поселке Багандинском. Протекающая крыша, облупившиеся стены подъездов, окна затянутые пленкой, чтобы теплее было. Крышу в 14-м доме поменяли осенью 18-го года, а в январе, по словам жителей, во всем здании был сделан капитальный ремонт. Однако прошло чуть меньше 6 месяцев и следов от ремонта практически не осталось. На стенах плесень, отвалившиеся обои и вода в лампочках. После ремонта крыши, где протекало, так и продолжает. А где было сухо, теперь бежит ручьем. До третьего этажа. Как весна, так у нас начинается все это. Мокнуть, капать, отваливается. Здесь тоже постоянно стоит, все капает. Хотя в том году ремонт делали, как они говорят. Дождь ушел, они клеят. Дома в этом городке стоят на балансе Министерства обороны. В Тюмени есть представительство жилищно-коммунального управления, которое следит за жилфондом ведомства. Туда и обратились жители. Мы писали Захарову, Юрию Михайловичу, Аршинову неоднократно. Все бесполезно. Я вчера звонила, мне сказали, как жили в пещере, так и будете жить в пещере. Мы позвонили представителю управления. По его словам, ведомство нанимало подрядчика для проведения ремонта, но за его качество ответственности не несет. Вам туда проще службу заказчика Тюменского района обратиться. Потому что контроль за осуществлением капитального ремонта производится за службу заказчика Тюменского района. В администрации района другое мнение на этот счет. Десятый городок на сегодняшней воинской части на территории данного городка действующий. И, соответственно, предложение от Министерства обороны о передаче имущества в муниципальную собственность не поступало. Но дополнительно скажу, что на территории данного городка расположены 7 жилых домов и одно общежитие. И данные жилые дома включены в план капитального ремонта на 2019 год. А вот подрядчик, выполняющий ремонт, от общения со съемочной отказался. Также перестал выходить на связь и представитель Министерства обороны. В обе организации мы направили официальные запросы о будущем жилых домов военного городка. Николай Смирнов, Никита Ценко, Тюменское время.